Муза Могушков Муза Могушков И тем более есть такая замечательная поддержка со стороны Тюменской области, со стороны департамента, с центра олимпийской подготовки Тюмень-Дзилла. Главное я не хочу, чтобы потом уже после завершения карьеры, я вот угрызение совести, чтобы было, чтобы можно было добить, можно было попробовать. Шесть игроков из системы подготовки мини-футбольного клуба Тюмень приобретут международный опыт. Сибиряки попали в окончательный состав российской делегации на выезд в Португалию. Представители дублеров МФК Тюмень Денис Субботин, Илья Барбаков и Камиль Гирейханов сыграют за юниорскую сборную России. Также в Португалию отправилась и юношеская сборная страны до 17 лет. В ее рядах также оказались тюменцы Глеб Беляков, Азиз Муздаков и Дмитрий Басюк. Встречи пройдут в городе Понти-де-Сор 15 и 16 января. Мини-футбольный клуб Тюмень готовится к возобновлению борьбы в Кубке России. 20 января сибирякам предстоит провести гостевой полуфинальный поединок с командой «Динамо Самара». Соперники уже встречались в рамках чемпионата российской суперлиги. И дебютант элитного дивизиона по их итогам оказался сильнее. 3-4 и 4-4. Новый календарный год начался для тюменского клуба с двух поражений в Екатеринбурге. 1-3 и 3-10. Поэтому у команды Игоря Путилова в Самаре будет огромная мотивация реабилитироваться. Другую полуфинальную пару Кубка страны составили столичный КПРФ и «Газпром Югра» из Югорска. Они свой первый матч проведут в подмосковном Климовске 18 января. «Газпром Югра» трижды брала Кубок России. А остальные три клуба, оставшиеся в нынешнем розыгрыше турнира, ни разу не выигрывали этот трофей. В рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги «Тюменский легион» 16 и 17 января примет реактор из Нижнекамска. Представители Татарстана занимают 11 место в таблице конференции «Восток». В активе идущих 13-ми подопечных Владимира Гусева на 2 балла меньше. В прошлом сезоне сибиряки смогли одолеть реактор дома в овертайме – 3-2. В нынешнем «Легион» дважды уступил в Нижнекамске – 1-4 и 4-5. Поединки во Дворце спорта будут начинаться в 19 часов. Второй этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Кирово-Чепецке. Соревнования пройдут в формате минитура с 16 по 19 января. Программу состязания откроет индивидуальный спринт классическим стилем. На следующий день пройдут гонки с раздельного старта. Мужчины пробегут 15 километров, а женщин ждет десятка. После дня отдыха состоится преследование свободным ходом. Сборная Тюменской области побежит в сильнейшем составе, не считая представителей сборной страны. К соревнованиям готовятся Ольга Вакуева, Ольга Гучерук, Николай Марилов, Андрей Парфенов и другие сильные спортсмены. Во Дворце культуры «Нефтяник» наградили призеров чемпионата инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Главный приз в турнире по гиревому спорту завоевала сборная Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала Алексея Прошлякова. В состав команды входили Игорь Белецкий, Максим Андреев, Владимир Кобзарь, Анатолий Никонов и Кирилл Пивоваров. Второе место в эстафете заняли представители 210-го межрегионального учебного центра. Бронзу завоевали служащие 12-й отдельной инженерной бригады. Командные итоги чемпионата оказались такими же, как результаты эстафеты. Гири были 24 килограмма, две штуки. Я поднял в классическом двоеборье. Классическое двоеборье – это классический толчок и рывок. В толчке я поднял 156 подъемов и в рывке 222. Регламент времени – 10 минут. Среди лыжников классической гонки на 5 километров, среди офицеров победил Александр Хлебнов из Твику. В этом же старте в споре военнослужащих самым быстрым оказался Максим Трифоненков, лыжник из 14-й отдельной инженерной бригады. В гонке на 5 километров свободным ходом не было равных Тюменцу, Борису Васильеву и Эдуарду Мустафину из 12-й отдельной инженерной бригады. Лыжники из Твику выиграли еще и эстафету. Неудивительно, что эта команда победила в командном зачете. Следом расположилась сборная 12-й инженерной бригады. Бронза у лыжников 14-й отдельной бригады. Во-первых, наши курсанты – это будущие офицеры, это цвет нации, это цвет инженерных войск. И эмоции только положительные. Радость в нас в том, что они будут достойными офицерами, защитниками нашей Родины. Следующие этапы спартакиады пройдут в Нижнем Новгороде и Волгограде. Военные инженеры будут выявлять сильнейших в хоккее, настольном теннисе, плавании и волейболе. Юниорская сборная России по мини-футболу, собранная из игроков не старше 19 лет, одержала победу в товарищеском матче против сверстников из Португалии 1-0. Исход встречи решил стандарт на 30-й минуте поединка, который реализовал сибиряк Камиль Гирейханов, отправив мяч в девятку. Знали, что Португалия – высококвалифицированная команда, то, что с ними будет тяжело. Тренерский штаб на установке говорил, что будет много борьбы, чтобы не обращали внимания на судей. Думаю, поэтому получилась такая минимальная победа. Что сказать по Португалии? Они играют через столба, много доставляют в него. Тренерский штаб нам на установке говорил, что как играть, как обороняться, думаю, мы правильно разобрали соперника. Рамку россиян защищал Денис Субботин. Галкипер Тюмени сохранил свои ворота на замке. Также во встрече приняли участие Илья Барбаков и Азиз Муждаков. Они тоже защищают цвета команд из системы подготовки Тюменского клуба. Третью январскую победу подряд одержал выступающий в чемпионате ВХЛ Тюменский Рубин. В зубодробительном противостоянии подопечные Михаила Звягина одолели в Москве звезду 1-0. Уже на 21 секунде Илья Карлин открыл счет. Для седьмого номера Рубина этот гол стал шестым за 11 матчей, проведенных в составе сибирской команды. Также в его активе 5 результативных передач. Однако безусловным героем вечера стал вратарь гостей Егор Назаров. На его долю выпало 40 бросков в створ. Во втором периоде сибирикам было выписано 12 штрафных минут. Они оборонялись втроем против пятерых соперников, но выстояли. В концовке встречи, сняв вратаря Максима Третьяка, звезда устроила штурм владения Рубина. Однако сравнять счет так и не сумела. Несмотря на то, что за 5 секунд до финальной сирены, Рубиновцы вновь остались втроем. Назаров провел пятый матч на ноль в нынешнем чемпионате ВХЛ. 17 января Рубин сыграет в Воскресенске с Химикой.